Здравствуйте! Выпуск новостей в эфире городского телеканала ЮТВ. Меня зовут Наталья Богданова. Сегодня расскажем о самых волнующих и интересных событиях, произошедших в Оренбурге и Оренбургской области. Начнем с самых главных тем. На одной из баз отдыха в толпу отдыхающих въехал гидроцикл. Есть пострадавшие. В Оренбурге открылись летние кафе. Однако некоторые ограничения по-прежнему остаются в силе. Листовки, призывающие идти на голосование по поправкам в Конституцию, разместили на фасадах и дверях частных домов в Оренбурге. Железные ограждения в центре города могут демонтировать. Об этом заявил Владимир Ильиных. Более подробно об этих новостях и не только расскажем далее в выпуске. На одном из пляжей Оренбурга водитель гидроцикла врезался в толпу людей. Момент столкновения попал на видео. Как нам сообщили в региональном ОМВД, водитель скрывается от полиции. В социальных сетях появилось видео, на котором видно, что водитель гидроцикла приближается к берегу на скорости. Столкновение произошло на базе отдыха остров. Отмечу, что на данный момент в Оренбурге нет ни одного официально открытого пляжа. В результате происшествия пострадали двое детей. По данным портала Оренбург Медиа, со ссылкой на Минздрав Оренбургской области оба ребенка получили легкие травмы. Наезда как такового на людей не было. Неизвестный мужчина опасно маневрировал, опасно, так скажем, катался на данном транспортном средстве. И по совершенно счастливой случайности он не задел никого из купающихся отдыхающих там и граждан. Вследствие такого испуга, наверное, или возможно по каким-то причинам двое детей немного пострадали. У них были осмотрены медработниками, диагностированы ушибы мягких ранних головы. Как заявляют очевидцы происшествия, водитель гидроцикла находился в состоянии алкогольного опьянения. Эта информация проверяется сотрудниками полиции. Личность мужчины, совершившего наезд на купающихся людей, устанавливается. Сейчас он скрывается от правоохранительных органов. Денис Паслер отменил режим самоизоляции в Оренбургской области. В регионе постепенно начали снимать ограничения, вводимые из распространения коронавирусной инфекции. Куда уже могут сходить оренбуржцы и для кого ограничения по-прежнему остаются актуальными, в материале наших корреспондентов. В новой редакции указа Дениса Паслера есть послабление в работе некоторых организаций. В Оренбурге возобновили работу музеи. Они могут набирать группы численностью не более пяти человек, летние веранды кафе и ресторанов. Также 6 июля откроют свои двери детские лагеря. По-прежнему запрещено работать спортзалом, бассейном и спа-салоном. Остаются закрытыми детские сады с исключением дежурных групп, а также детские развлекательные центры и игровые комнаты. Согласно указу губернатора Оренбургской области, режим самоизоляции сохраняется только для тех, кто имеет признаки респираторных заболеваний или прибыл из другого региона. Для всех остальных ограничений сняты. Работу возобновили и организации общепита. Напомню, ранее рестораторы обращались к Денису Паслеру с просьбой разрешить им работу хотя бы на улице. Предполагали исследования рестораторов, где-то порядка 40% готовы сегодня в условиях кризиса из потенциальных гостей вернуться в рестораны, кафе. Местный Роспотребнадзор предписывает нас пользуется одноразовой посудой. Роспотребнадзор за подписью руководителя Поповой пишет, что одноразовая посуда применяется в том случае, если нет посудомоечной машины. Возникают некоторые недопонимания. Напомню, владельцы фитнес-клубов также просили Дениса Паслера открыть спортзалы. В данной сфере послабления коснулись только тренировок на улице. Согласно новой редакции указа, гулять и заниматься спортом можно без ограничений по количеству человек. Положение бедственное, очень тяжелое во всей фитнес-индустрии. Начиная от аренды, заканчивая пропуском сезона. В Оренбургской области сохраняется перчаточно-масочный режим в общественных местах, а также соблюдение социальной дистанции. На 22 июня в Оренбурге коронавирусной инфекцией заболели 3245 человек. За сутки выявили 64 новых случая. Умерло 14 человек. Жители домов переулка Хлебный возмущены агитационными листовками, призывающими пойти на голосование по поправкам в Конституцию. Сотрудники избирательной комиссии наклеили их прямо на двери и фасады жилых домов, то есть на частное имущество, тем самым навредили их внешнему облику. Собственников домов по переулку Хлебный выходные объединила одна беда. Все они старательно пытались отодрать объявление о предстоящем голосовании со своих дверей. Екатерина сообщила о случившемся в нашу редакцию. Ее ситуация возмущает еще и потому, что дом находится в реестре объектов культурного наследия. И ножом шкрябали, и смачивали водой, пробовали оттереть. Преднамеренно порчить чужого имущества, мы считаем, что это недопустимо с учетом того, что у нас прям недалеко от дома, где клеили, находится доска объявлений. С претензиями о порче чужого имущества девушка обратилась в полицию. Другие собственники дозвонились до избирательной комиссии, под организацией которой и появились агитационные материалы. Там лишь сообщили, что листовки необходимы для информирования населения. На вопросы о выборе мест для их расклейки отвечать не стали. За комментарии мы обратились к руководителю избиркома Александру Нальвадову. Сообщили по всем территориальным комиссиям, что с учетом всех условий на фасадах домов, на исторических зданиях очень внимательно относиться к расклейке. ТСЖ подойдет и уберет. Я уже попросил, чтобы позвонили в ТСЖ, чтобы убрали все. Больше такого не повторится. Помимо листовок, билбордов, рекламы на ТВ и интернет-информирования, идти голосовать призывают и звуковые оповещатели на остановках общественного транспорта. Настойчивая агитация и часто пренебрежение личным имуществом при размещении материалов повлияло на настрой некоторых избирателей. Даже если пойду, то только против. Прирост заболевших растет, а мы снимаем ограничения на самоизоляцию только ради того, чтобы пошли на выборы. Я считаю, просто вот в этом плане это неприемлемо. Выражать свою отрицательную позицию по поводу поправок, как показала практика, неприемлемо. 19 июня Арчангу хотели привлечь к ответственности за призыв к свержению власти за то, что она разместила у себя на автомобиле плакат с надписью «Я против поправок в Конституцию», обнуление президентского срока и удерживание власти. В течение часа женщину опрашивали 8 сотрудников полиции, после чего она просто уехала домой. В продолжение темы. Согласно опросу в ЦИОМ, около 90% россиян наиболее важной поправкой в Конституцию считают ежегодную индексацию пенсий, в то время как об этом гласит федеральный закон о пенсионном обеспечении. Наши корреспонденты разобрались, какие еще поправки дублируют существующие нормативно-правовые акты. В опросе в ЦИОМ россияне могли выбрать несколько наиболее важных для себя поправок. Так, самой популярной оказалась поправка об обеспечении государством доступности и качества медицинского обслуживания. 95% респондентов проголосовали за. Эта поправка дублирует 41-ю статью действующей Конституции. 93% заявили о необходимости признать детей важнейшим приоритетом государственной политики. Следом идет поправка об обязательной ежегодной индексации пенсии 92%. Среди поправок, которые действительно несут что-то новое, поправка в 102-ю статью. Она гласит, что теперь судей Конституционного и Верховного суда назначает не сам суд, а президент. Чем это чревато? Тем, что теперь судебная власть будет полностью практически подчинена президенту. На настоящий момент президент у нас является главой Следственного комитета. Если у граждан хотя бы такая гипотетическая возможность была, особенно по серьезным, громким политическим делам, надеяться на суд, то теперь, в принципе, такая надежда, она отпадает. В то же время есть ряд поправок, цель принятия которых для экспертов юридического поля остается неясной. Например, зафиксировать в главном документе то, что Россия является правоприемником СССР на своей территории. Также в Конституцию предлагается добавить то, что Россия чтит память защитников Отечества и обеспечивает защиту исторической правды. И что государство, образующим языком России, является русский. Русский язык у нас государственный, то есть, соответственно, никто же не запрещает отдельным этническим сообществам непосредственно там в каком-то определенном местности вводить свой язык в школе. То есть, русский язык, он также будет, но эта поправка, она не дает каких-то привилегий данному русскому языку. До старта голосования по поправкам в Конституцию остается меньше недели. Прийти на участки и проголосовать можно уже с 25 июня. В основной день голосования 1 июля в Оренбуржье откроется 1724 избирательных участка. В число наблюдателей от общественной палаты Оренбуржья войдут представители профсоюзов. Железные ограждения в центре Оренбурга могут демонтировать. Об этом заявил глава города во время обхода благоустраиваемых улиц вместе с губернатором области. На неудобство конструкции главе Оренбурга пожаловался проходящий мимо мужчина. Прохожий сообщил, что больше всего неудобств ограждения представляют на парковках. Чтобы найти проход, приходится передвигаться прямо по проезжей части. Отмечу, что на так называемое озаборивание улиц оренбуржцы массово жаловались и в социальных сетях. Позицию разделили и местные урбанисты. Об отношении к ограждениям они рассказывали в интервью нашим журналистам. Наши эксперты по городской среде, которых для краткости назовем гопота, проверили то, что диагоналины выбиваются ударом с ноги. Я просто в нескольких местах видел уже реально ограждения, которые погнуты, поломаны. Истинная цель соблюдения нормативов. Ну, по крайней мере, это такая соблюдение нормативов. А проблема в том, что нормативы писали люди, которые, скажем так, в 70-м году окончили забор строительной технику. Глава города отметил, что конструкции установлены в рамках программы «Безопасные и качественные автомобильные дороги» по предписанию ГИБДД. По согласованию с дорожными полицейскими, возможно, демонтируют только часть из них. Отмечу, что ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за некачественной установки части конструкций. В период самоизоляции число официально зарегистрированных случаев домашнего насилия возросло в 2,5 раза. Статистику привела уполномоченная по правам человека в России. Чем чаще всего вызваны конфликты между супругами и почему законодательство в этой сфере нуждается в переменах, разбиралась Ванесса Петерс. На днях в социальных сетях появилось видео семейного скандала между супругами на глазах у троих маленьких детей. Надежда находилась в браке 11 лет, 6 из которых, по ее словам, муж стячески угрожал и поднимал руку. После крайнего конфликта на руке девушки остался шрам от порезов ножом. Сцены домашнего насилия, которые опубликованы в сети, это вынужденная мера. Человек забрал у меня детей, препятствует моему общению с ними. Человек, который режет на глазах этих самых детей, свою жену, мать этих детей, мне страшно от того, какое влияние он на них оказывает. На данный момент по этому факту возбуждено два уголовных дела. Одно из них по статье «Легкое причинение вреда здоровью». Второе связано с угрозами убийства. Также теперь женщина через суд пытается вернуть детей. По российскому законодательству оба родителя имеют равные права на ребенка. Другая же сторона всячески оттягивает судебный процесс. В данный момент не определено место проживания детей. Будет судебное решение, в котором будет определено место проживания детей. В данной ситуации пока нет этого решения. Изъять ребенка у отца – это очень проблематично. Сесть и он не сядет. То есть под стражу его не заключат. Разные виды наказания есть, от штрафа до условного, скажем так. Количество случаев домашнего насилия в сфере семейно-бытовых отношений продолжает расти. По словам полномоченного по правам человека России, в апреле текущего года поступило более 13 тысяч сообщений. И это только данные, полученные от НКО и журналистов. Однако часто о таких случаях не говорят публично и не заявляют в полиции. У человека возникает агрессия. Происходит что-то такое, что его не устраивает. Где-то нарушаются его границы. Они именно таким способом решают свои трудности. Как это по-другому, они не знают. Что значит уйти? Куда уйти? Где дальше жить? С кем строить отношения? Либо не строить отношения? Это много неизвестного и непонятно вообще, как дальше жить. А как жить здесь, понятно, в общем-то, обоим. Уже вот этот механизм у них сложился. С этого года по всей России планируют создавать кризисные центры. Правительство России рекомендовало губернаторам позаботиться об этом до июня. На сегодняшний день найти какую-либо помощь пострадавшие могут только в НКО. В Оренбурге нет вообще ни одного благотворительного фонда, который бы специализировался на работе с домашним насилием именно женщинами. Найти юриста, который бы в этой ситуации работал бы бесплатно от некоммерческой организации, ну вот как бы нет возможности. На сегодня в российском законодательстве отсутствуют отдельные статьи, касающиеся насилия в сфере семейно-бытовых отношений. В связи с этим агрессоры зачастую остаются безнаказанными. Возникает и сложность при определении с кем в итоге будут же дети в случае развода. Выявить реальную картину семейной тирании на сегодняшний день достаточно сложно. Муж бьет жену, побой. Побой декриминализированный, административный ответственный. Муж сильно избил жену, легкий вред здоровью. Полиция приходит, так это же говорит побой. Вы завтра примиритесь, потому что есть примирение сторон. И зачастую у меня тоже в практике много раз примиряется. И на этом прекращается уголовное дело. В мае 2020 года МВД России отказалось ужесточать наказание за домашнее насилие. Ранее предполагалось вместо штрафа применять административный арест. Как мы снили в МВД, причиной отмены такого наказания стала несоразмерность административной и уголовной ответственности. Также в конце 2019 года был опубликован законный проект о профилактике домашнего насилия. Рассматривать его планировали в 2020 году. Однако из ограничительных мер во время пандемии работы по данному законопроекту приостановлены. Ванесса Петерс, Анастасия Клесова, Никита Плотников, городской телеканал ЮТВ. На этом у меня все. Еще больше новостей можно посмотреть на нашем сайте utv.ru или в нашем инстаграме utv.orin. Если у вас возникли вопросы или вы хотите поделиться своими новостями, звоните по номеру телефона 430045. С вами была Наталья Богданова. Всего вам доброго. Оставайтесь на ЮТВ.